Вопрос такой, как вы считаете, да, какой самый вообще сильный страх у ребенка, вот чего больше всего боится ребенок, как вы думаете? Один остаться, еще темноты, конечно, первое, это такой самый мощный страх у ребенка, это остаться в темной комнате или вообще темноты, а еще одиночество, да, правильно остаться один, например, какие-то резкие звуки, да, страх смерти, что его поругают, да, точно, что перестанут любить, да, еще, может, у себя там покопаетесь немножко, что потеряется, да, может быть такое, ага, окей, хорошо, да, на самом деле, на самом деле, когда мы говорим о дебюте, скажем, о осознанном страхе, мы говорим о возрасте где-то 4-5,5 лет. С чем это связано? Ну, вы, наверное, знаете, что у нас развивается в этот момент очень интенсивная эмоциональная сфера у детей и, мало того, развивается наша префронтальная зона коры головного мозга, да, которое связано непосредственно и с осознанностью, и с пониманием того, что происходит, и тогда у детей где-то в возрасте 4-х лет возникают как раз вот эти вопросы по поводу смерти, да, то есть, а когда мы куда, ну, заметили, наверное, да, когда дети спрашивают, а мы когда-нибудь умрем, или там, а вот ты не умрешь, они очень боятся, например, там, смерти родителей, или что кто-то сейчас их оставит, или что там что-то случится, то есть, они могут ходить за родителями буквально там по пятам, да, особенно когда они осознают. Это про одиночество на самом деле, это как раз страх одиночества остаться одному, потому что все-таки родители – это опора для ребенка, вот, и, как правило, ну, где-то, наверное, там, в 3-х летнем возрасте чего дети боятся? Они боятся каких-то персонажей, да, то есть, например, боятся вот Лебаба-Яги, или какого-то там монстрика, да, которого он посмотрел, там, увидел где-то, да, вот, в более старшем возрасте, как вот называлось как раз, они боятся, что, например, там, особенно в школьном возрасте они боятся, что они придут домой, да, и принесут какую-то плохую отметку, да, их из-за этого не будут любить, да, тоже. Потом, значит, еще в более старшем возрасте, естественно, будучи подростками, ну, вы, наверное, тоже помните, чего боялись в подростковом возрасте, да, боятся, как правило, быть нелюбимыми, нежеланными, да, отверженными, да, то есть, вот такие страхи присутствуют. Но на самом деле, чем младше возраст, тем больше страхов, да, потому что мы не можем понять, некоторые явления мы не можем оценить, и, конечно же, здесь первая сразу же такая помощь, которую можем ребенку оказать, это просто, на самом деле, рассказать про эти громкие звуки, о которых вы только что говорили, да, о чем мы боимся, что там может быть какой-то гром, что это гром, рассказать об этих явлениях. Вообще, на самом деле, я в начале как раз нашей с вами беседы сказала, про избегание, да, первое, что мы не должны делать, это мы не должны избегать вот ситуации столкновения с этим страхом. И самое важное еще, что мы не должны ребенку говорить, что да ну перестань, да ну брось ты, то есть, да ничего не случилось, ничего страшного, вот это очень большая ошибка. Дети же понимают, они лучше себя знают, они лучше понимают про то, что с ними происходит, да, но вот очень часто родители начинают, ну или мы там педагоги начинаем говорить, да ну не надо, как будто обесцениваем то, что чувствует ребенок, но он-то это чувствует, и поэтому обесценивать это ни в коем случае нельзя. А то, что нужно сделать, надо сказать, да, я понимаю, что тебе сейчас страшно. То есть, очень важно встать в этот момент с ребенком на один уровень и сказать ему, я тебя понимаю. И ребенок понимает, что он не один в этом, что его понимают, а дальше вы можете уже работать с этой историей. Но это будет во второй части, я буду больше рассказывать про то, что делать, что не делать, вот, и я просто покажу, как с этим надо работать, окей? До встречи! Редактор субтитров А.Семкин